Спора нет, конечно, кротко, когда ты выходишь на задний двор и у тебя есть свой собственный бассейн. Ребят, в этом видео расскажу, сколько это все стоило, хотя я вам даже сразу покажу, чтобы информацию всю самую полезную дать. Концентрированную. Я уже написал, значит, и того, что вы сейчас видите, стоит 17 800. И еще дополнительно заказали здесь фильтр, но он еще пока не пришел. Вот. Значит, мы выбрали каркасный бассейн. Можно Bestway взять, можно Index. И я думаю, что он будет такой здоровенный-здоровенный. Может быть, отсюда он кажется здоровенным, но по факту хочется, знаешь, уже когда залез больше. По размерам 61 сантиметр, вотер-линия. И, знаешь, мне еще отказалось, что это много, но у вас ребенку 3,5 года, в принципе, вот для ребенка 3,5 до 5 лет будет идеально. Потом можно покупать глубже. То, что все оснащение уже докупится до конца. Вот сейчас фильтр заказали. Значит, воды здесь 6 тонн, ну, конечно, 6,5 тонн, 6503 литра. И фильтр вот такой в комплекте идет. И мы изначально купили еще обогреватель. Потому что я подумал, что у нас жаркая погода очень редко стоит. Вот сейчас 29 градусов, сейчас хорошо. Но обогреватель купил, вышел в 5000 рублей. Сейчас, кстати, стоит уже дороже, потому что сезон начался. Вот уже Интекс и вот такой, конечно, обогреватель, который включается после вот этого фильтра насоса. Я думал, кстати, изначально, что обогреватель сам идет с насосом, но нет. Оказалось, он просто, как знаешь, проточный и без насоса. Вот он все качает, попадает сюда, обогревает. Обогревает до 30 градусов, и там что-то написано, что 1 градус за 1 час. Но по факту вот он стоит уже 2,5 дня. Ну, еле-еле нагрелся. Значит, лесенку думали покупать, но лестницу покупать не буду, потому что покупать здоровенную лестницу смысла нету. Это надо уже под реально более высокий бассейн покупать. Маленькую лестницу покупать смысла нету. Я сюда и так нормально залезаю. Я ребенок, чтобы сам туда не прыгал. В итоге, давай посмотрим на температуру. Температура воды. О, 31 градус. Ни хрена себе. Сейчас видно, не видно. Такой термометр шел в комплекте с обогревателем. Слушай, вода теплая стала. Вот такой вот цвет воды появился за 2 дня. Потому что мы когда налили, у нас она очень обогащена железом. И использовал химию. В размере 200 граммов развел, закинул. Потом купаться еще 18 часов нельзя. И потом каждый день по 10-30 грамм нужно подкидывать. Купил просто наобум вот такую вот штуку. Хлоритекс называется. 700 рублей стоило. И здесь инструкция вся написана, как чего использовать для поддержания частоты воды в бассейне. Потому что, чтобы она не цвела и все остальное. Вкус получается, знаешь, реально как у настоящего бассейна. Здесь уже у нас крюки плавают. Знаешь, что тут? Это все я доделаю, потому что это вот уже за 2 дня было собрано. Здесь розетка. Здесь у нас с предохранителем обогреватель идет. Сейчас мы провод вот этот новый уже купили. Потолще будет. Потому что он довольно-таки сильно греется. Не выдерживает напрягу. Вода забирается отсюда. Попадает в фильтр. Дальше идет на обогреватель. Обогреватель ее обогревает. Идет, идет, идет. И выходит здесь. Прямо даже можно чувствовать, прям теплая вода идет. Потому что ночи холодные. И да, ладно, сейчас солнечную погоду. И даже в плохую погоду можно будет купаться. Потому что обогреватель это первое, что я вообще хотел. Ну, взять такой, самый дешевый, 5000 рублей. Вот эта штука решил сразу через день поменять. Потому что геморрость с ним. Вообще я уже за 2 дня затрахался с ним. Реально. Потому что фильтры надо постоянно доставать. Все это дело промывать. Покупать новые фильтры. Хотя я не знаю, я могу этим фильтром, наверное, год пользоваться. Заказал песочный за 9000 рублей. По-моему, тоже индекс, наверное, так. Вот, кварцевый песок 700 рублей туда засыпем. И он с обратной очисткой. То есть, там, этого песка насыпал. И на 5 лет можно вообще про нее забыть. Потом только песок докупить и все. Там очень удобно. Переключил, грязную воду слил, фомб, дальше фильтруется. А это нужно вручную. Ну, я сейчас покажу, что там внутри. В принципе, можно, конечно, без обогревателя обойтись. Но, что-то с учетом того, что мы живем в Подмосковье, погода у нас не сюда. Шубка хорошая, поэтому бассейн без обогревателя брать не стал. Конечно, такая затычка, которая не дает воде сливаться. Сейчас я фильтр подниму. Вот здесь клапан, который воздух спускает. Но это мне сейчас не нужно. Сейчас здесь самая жопка будет. Смотрите, сюда сейчас пойдется, надо будет врывать. Конечно, вот так вот обслуживание происходит. Фильтр достаем. Сейчас вон вода, вон, коричневая сбоку пошла. Фильтр выглядит вот так вот. Вон, видите, здесь коричневое железо. И вот здесь вот вода грязная. Сейчас, смотрите, делаю вот так вот. Конечно, не очень удобно. Она, конечно, наливается. Сюда. Она такого хренового цвет, конечно. Наполняется. Сейчас пару штук солью и фильтр пойду промою. Ну, как-то так. Конечно, неудобная тема. Вот реально неудобная. Поэтому сразу песочник заказал. Пойдем мыть. Ого. Это благо, что он моется. Вот, видишь, практически чистый. И вот так вот он загрязнился буквально за день. Потому что воду, как налили. Я уже вот раз пять вот так доставал. Все вот так вот идет. Все. Вот так вот прикрыли. Крышечкой. И закрываем. Все, запустил дальше фильтрацию. Потом я сделаю здесь шкафчик специальный, чтобы все это дело убирать. Вот. После этого надо еще воздух немножко убрать. Типа отворачиваем. Слушайте, выходит воздух. Сейчас выйдет. Вода польется. Можно будет закрывать. Ну, все. Воздух, воздух, пол. Вода полилась, закрываем. В принципе, все. Я сейчас, кстати, обогреватель выключил из сети. Потому что вода и так очень теплая. Вот больше греть не надо. Три киловатт в час. Хреначка, кстати. Так. Ну, вот, в принципе, все. Ну, и закрывашка обязательно тема. И надо будет еще скример купить. То есть такая штука, которая будет вот эту вот верхнюю грязь всю улавливать. Как раз она здесь будет собираться. Хоп. Вытряхиваешь. И вот закрывашка тоже обязаловка. Вот, заказали. В итоге 17-800. Пока все. На все. Вот, в Касаре обошлась вот такая еще же. Типа система для очистки. Дна, бассейна. Здесь есть еще и сачок. Ну, я думаю, что принцип работы, может быть, по картинке вам будет понятен. Сюда подключается шланг с водой. Вот так это здесь дует. И вот сюда вся грязь попадает. Такая вот тема. Тысяча рублей. А сюда шланг подключается. Сачок в подарок. Ну, вот сверху, кстати, очень приятно будет сейчас собирать всякую фигню. Тут надо удлинялку сделать. Как говорится, идешь дальше рыбу ловить. Ну, это все тоже, блин, вручную все это дело собирать, конечно, вообще не в кайф. Надо этот скример нормально купить. Так-то, смотрите, что-то собрать можно. Может, я не той стороной делаю. Что-то он не все собирает. Потом это надо еще промывать. Конечно, неудобно. Такой получился бассейн. Вот эта вот штука, подложка. Блин, за 800 рублей такая фигня. Я, кстати, даже позвонил в один, типа, магазин с бассейнами, но они ничего такого не продают. Посоветовали купить просто линолеум. Но здесь в округе линолеума нету. Пришлось все-таки взять такую на первое время, попробовать. Могу сказать, что это полная фигня. Вот эта подложка для бассейна, она, блин, тоненькая, как пакет целлофановый прям. Он, конечно, сам по себе бассейн-то хорош-хороший прям. Вообще, знаешь, конструкцию очень надежная. Ножки здесь, ну, каркас туда собирается. Протом вообще, без всего, просто вставляется, вставляется. Это нормально. Сейчас покажу, как там внутри. Ну, сейчас вам покажу, как мне здесь это вообще устоится. Вот, залезать я могу так, без проблем, сам. Вот. То есть, можешь сказать, воды здесь по колено. Ну, когда ты сидишь, к примеру, я вот и сяду, у меня это примерно где-то по плечике. Если было полезно посмотреть, наглядно, показал вам, как что, вот здесь опыт использования два дня. Вот, какие-то плюсы, какие-то минусы уже точно есть. Надеюсь, было полезно. Заходите ко мне еще на канал. Снимаю про технику, про влоги. Конечно, про все, про жизнь. Давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok